добрый день дорогие друзья мое имя мария фамилия шабанова я врач терапевт кардиолог и медицинский психолог сегодня я продолжу тему углеводы это вторая часть и в конце этого видео вы узнаете зачем нам кушать углеводы почему для нашего организма так важно глюкоза какие углеводы поддерживают кожу молодой упругой какие углеводы защищают наши слизистые дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта какие углеводы в принципе приоритетны в нашей пище вы поймете как и когда их следует есть и в конце видео я расскажу вам как подвести наш организм к тому чтобы он стал сжигать жир с помощью знаний биохимии а перед началом этого видео маленькое вступление оно не продлится и минуту и вы можете перемотать его если захотите дорогие друзья спасибо вам большое что вы поддерживаете мой канал пишите лайки комментируйте и подписывайтесь и особенно большое спасибо тем кто поддерживает мой канал финансово поверьте это очень помогает мне работать над видео каждый день именно тех кого я хочу поблагодарить сегодня будет в описании к этому видео если вы также хотите поблагодарить меня и поддержать мой канал финансово вы можете воспользоваться реквизитами в описании к этому видео переводом на карту из россии и нажав на кнопку супер спасибо и других стран спасибо вам большое друзья и так представьте себе что наш организм это огромный паровоз внутри которого есть топка и для того чтобы это паровоз ехал мы подкидываем в эту топку дрова именно эта функция углеводов энергетическая является основной для нашего организма когда мы подкидываем в топку нашего локомотива дрова это тоже самое что когда мы едим углеводы и наш организм вырабатывает энергию с помощью которой мы с вами живем с помощью которой поддерживается работа нашего сердца наших органов наших систем органов как это работает дело в том что глюкоза внутри клеток нашего организма она попадает в систему определенных биохимических реакций в конце которых образуется макроэрг аденозин 3 фосфат АТФ три буквы это макроэргические это молекула которая содержит макроэргические связи внутри которых содержится энергия таким образом наш организм заточен брать именно молекулы глюкозы и путем реакций образовывать АТФ чтобы у нас был запас этой глюкозы чтобы не было такого то есть организм боится того что глюкоза может закончиться и тогда мы не сможем вырабатывать энергию поэтому он придумал несколько механизмов или несколько путей с помощью которых глюкоза в нашем теле находится первый самый простой путь он вызывает голод чтобы мы кушали и если если вас тянет на определенные виды пищи то скорее всего организм таким образом вам сигнализирует что мне не хватает энергии мне не хватает глюкозы и вот ваша рука привычно тянется за шоколадкой за конфеткой за печенюшкой именно эти продукты содержат быстрые сахара которые быстро сосутся в кровь и быстро дадут нам энергию но мы про это сегодня говорить не будем сейчас это немножечко другая тема сейчас я вам расскажу как преобразовывается глюкоза в нашем теле из чего ее берет организм первое это продукты вот наша топка в нее подкидываются дрова в виде продуктов содержащих углеводы содержащих глюкозу глюкоза всасывается в желудочно-кишечном тракте с помощью натрия калевого насоса который постоянно работает в клеточках он переносит натрий внутрь клетки и переносит натрий в межклеточное пространство или в пространство нашего кишечника глюкоза подхватывается переносчиком и вместе с натрием входит в клеточку нашего энтероцита клеточку кишечника энтероцит съедает эту глюкозу и внутри этого энтероцита дальше по системе портальной вены венопорте глюкоза попадает в печень в клетки печени и в клетках печени происходит и попадает в клетки печени и потом попадает в клетки всего организма в которых происходит тот процесс в начале которого я говорила преобразуется глюкоза в макроэргическую молекулу АТФ если пищи нету вот допустим представьте что мы голодаем организм понимает что уровень сахара уровень глюкозы в крови снижается доходит до каких-то низкой нормы да низкий границ нормы что он начинает делать он начинает расходовать депо глюкозы у нас в организме есть два депо это печень и скелетная мускулатура в печени и в скелетной мускулатуре депо глюкозы в виде гликогена гликоген это ветвящаяся такая структура которая начинает распадаться с образованием молекулы глюкозы мы продолжаем голодать депо в печени закончилось произошел процесс гликогенолиза да гликоген распался до глюкозы клеточки ее взяли переработали в энергию у нас осталось депо в мышцах это депо тоже взяли и израсходовали что делать дальше и вот сейчас начинается самое интересное когда израсходованы все депо глюкозы когда мы продолжаем голодать и глюкоза не попадает в наш организм начинается процесс глюконеогенеза это вновь образование глюкозы другими словами и наш организм берет продукты расщепления жира а именно глицерин свободные аминокислоты и лактат и из них путем определенных биохимических реакций образуются молекулы глюкозы то есть наши жировые депо начинают распадаться именно тогда когда израсходованы все депо глюкозы и она не попадает к нам в кровь таким образом происходит процесс глюконеогенеза вторая функция углеводов защитная дело в том что они входят в состав сливе которая выстилает эпители дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта препятствуя проникновению инородных тел вирусов бактерий инфекции и так далее еще одна функция углеводов кофакторная это значит что углеводы являются составляющей частью ферментов или рецепторов в нашем организме осмотическая ионорегулирующая функция осуществляется в межклеточном пространстве гиалуроновой кислотой которая имеет отрицательный заряд притягивая к себе ионы натрия кальция магния а также притягивая ионы воды тем самым создавая упругость и молодость нашей кожи когда мы съедаем углеводы то в ротовой полости начинает выделяться слюна в желудочно-кишечном страске начинает поджелудочной железой выделяться сок а внутри энтероцитов клеточек кишечника начинает выделяться ферменты это ферменты альфа-амилаза мальтаза триголаза лактаза сами по себе эти ферменты способствуют расщеплению углеводов чем длиннее цепочка полисахарида тем дольше она должна расщепляться и тем большее количество ферментов должно участвовать в этом расщеплении а также всасывание уже расщепленной молекулы происходит с использованием энергии таким образом если вы на дефиците калорий то вам выгодно кушать полисахариды вам выгодно кушать их потому что они долго расщепляются дают пролонгирование сытости а также сами по себе и еще заставляют организм тратить энергию на их распад и транспортировку друзья также есть углеводы которые не всасываются в желудочно-кишечном тракте это пептины и бета-глюканы они являются компонентами целлюлозы клетчатки волокна это волокна пищевые которые сами по себе способствуют разбавлению ферментов то есть вот вы их съели ферменты выделились выделились а вот это бета-глюканы и пектины разбавляют концентрацию ферментов таким образом опять распад углеводов происходит более длительно сохраняя вам сытость в каких продуктах находятся бета-глюканы и пектины это овес ячмень отруби бурые морские водоросли грибы майтаке и рейши пектины находятся в персиках айве абрикосах яблоках сливе грушах свекле редисе огурцах перцы баклажанах тыкве моркови зеленом горошке помидорах в красной черной смородине землянике малине и вишне с черешней выводы углеводы это приоритетные источники энергии в нашем организме они настолько нам нужны что организм делает их запасы в виде ветвистого гликогена складывая его в печень и в скелетную мускулатуру а также организм заточен сам синтезировать глюкозу и это называется глюконеогенез в тех случаях когда все запасы исчерпаны и глюкозы извне не поступают углеводы делают нашу кожу молодой и упругой оберегает наш кишечник и дыхательные пути от инородных тел различных инфекций являются структурными компонентами в ферментах и рецепторах углевод углеводу рознь моносахалит будет быстро всасываться давая в сытость и снова вызывая голод полисахалит будет долго расщепляться с использованием энергии будет долго всасываться пролонгируя вам сытость давая дольшее чувство насыщения есть углеводы состоящие в состав растительной мембраны целевоза это пектин и бета-глюканы сам процесс пищеварения энергозатратен используется натриевый насос для перетаскивания глюкозу из полости кишечника в энтероцит этот натриевый насос он естественно работает с помощью энергии какие углеводы друзья приоритетны в пище это полисахариды пшеничное рисовое зерно овес крупы фасоль картофельный клубень кукуруза горох чечевица макароны твердых сортов пшеницы хлеб финики изюм инжир бананы арбуз хурма клубника цитрусовые томаты свекла морковь красный перец шпинат салат мы помним что в говядине индейки баранини курицы также содержатся углеводы как мы видим если вы хотите поддерживать здоровый вес делать между приемами пищи приятные комфортные промежутки чтобы вы могли поработать вы могли позаниматься спортом вы могли куда-то поехать не думая о том что вас голод настигнет то тогда я предлагаю вам правила здоровой тарелки если вы будете использовать это правило в каждый ваш прием пищи то я гарантирую что вы будете поддерживать здоровый вес он у вас не будет набираться с учетом что у вас должна быть конечно активность бытовая и дополнительная и если вы хотите уйти на дефицит калорий немножко снизить вес то мы просто эту же тарелочку убираем объем делаем поменьше но наполняемость тарелки та же и так мы наполняем с вами тарелку берем тарелку 22-24 диаметра делим ее условно на 4 части 2 четвертых мы сразу же заполняем клетчаткой одна четвертая идет на твердый белок и еще одна четвертая идет на медленный углевод таким образом вы будете сыты интенсивность голода будет минимальной потому что в каждый прием пищи вы будете получать нутритивно богатые источники также обязательно добавляйте в каждый прием пищи 2-4 орешка и горсть ягод которые будут служить вам вкусным десертом а также клетчаткой и низкокалорийной пищи для тех кто хочет уйти на дефицит калорий когда едим едим мы углеводы в каждый прием пищи если энергия вам нужна вот прямо здесь и сейчас вам нужно бежать марафор вам что-то нужно делать энергетическое затратное очень да то пожалуйста вы можете использовать играть моносахаридами что это это в первую очередь ложечка меда пара ложек каши это кукуруза это простите пожалуйста немножко подглядываю это финики это инжир морковка перец томат горсточка ягод свекла кусочек хлеба мандаринка апельсин ложечка зерен кукурузы если вы на дефиците калорий то как я сказала объем тарелочки уменьшается правило здоровой тарелочки наполняемость остается а также вы отдаете предпочтение клетчатке и полисахаридам а теперь самый интересный вопрос друзья как заставить организм с помощью биохимических процессов тратить свой собственный жир мы подводим к этому делая так чтобы организм начал сам синтезировать тебе глюкозу из продуктов расщепления жира это глицерин из продуктов расщепления белков это свободные аминокислоты и используя лактат это молочные кислоты молочные кислоты для того чтобы организм был вынужден это делать вы должны первое израсходовать весь запас гликогена в печени и мышцах таким образом между приемами пищи у вас должно быть хороший промежуток 5-6 часов вы должны быть без пищи чтобы организм свои депо глюкозы израсходовал первое второе вы должны идти заниматься физической нагрузкой на изно а на выносливость и на повторение таким образом в зале вы не будете добавлять веса вы возьмете свой средний вес и с этим средним весом вы будете работать на повторение 25-30 раз на верхней конечности 40-50 раз на нижней конечности то есть таким образом тренировка на выносливость она истощит запасы гликогена в скелетной мускулатуре которые естественно будут его тратить во время этой тренировки и истощит запасы гликогена в печени при этом вы не будете кушать во время тренировки и после тренировки у вас начнется процесс жиросжигания липолиз который к тому же будет подхлестываться гормонами которые выделяются при интенсивной физической нагрузке это эпинефрин прежде всего который выделяется после занятий спортом таким образом у вас глюконеогенез начнется в процессе тренировки и после тренировки где-то 40-50-60 минут не кушайте дайте процессу липолиза произойти процессу глюконеогенеза потом вы можете спокойно покушать друзья на сегодня все хочу вам сказать что я работаю над продолжением темы голод в следующий раз мы разберем как жадность халява предмонструальный синдром детство и зеркало влияют на нас также я буду обязательно разбирать другие обмены это белковый обмен и жировой обмен до скорой встречи друзья я я я с с